МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Венгрия приостановила реверсные поставки газа на Украину на неопределённое время. Причиной решения стал возросший внутренний спрос, утверждают в Будапеште. Украинский «Нафтогаз» отмечает, что поставки прекратились после визита в Венгрию у руководства «Газпрома». Еврокомиссия призвала страны ЕС способствовать реверсу газа на Украину. Между тем, в Берлине в пятницу, 26 сентября, состоялся новый раунд газовых переговоров между Украиной и Россией. Украина закрыла на границе с Россией 16 из 65 пропускных пунктов, сообщает Киев. В рамках проекта «Стена», инициированного премьером Арсением Яценюком, на границе начали возводить инженерные сооружения. Первый этап работ планируется завершить 30 сентября. По данным агентства «Рейтер», представители Украины, России и ОБСЕ начали работы по демаркации буферной зоны на востоке Украины. Международный договор о торговле оружием станет обязательным для исполнения с 24 декабря 2014 года. Его ратифицировали 53 государства. Договор обязывает их контролировать, чтобы с помощью поставляемых на экспорт вооружений не нарушались права человека. Россия договор не ратифицировала. В пакете санкций Евросоюза против России список, в который включены несколько десятков российских политиков и чиновников. Им запрещен въезд в страны ЕС. Теперь, судя по всему, в Москве составили свой черный список. Официального подтверждения этой информации пока нет. Но в минувший четверг в Россию впервые не пустили депутата Европарламента. Персоной Нонграта стала сопредседатель фракции «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Хармс. 25 сентября она прилетела в Москву, чтобы наблюдать за процессом по делу украинской летчицы Надежды Савченко. Однако после трех часов ожидания в московском аэропорту, Хармс заявили, что в России она персона нежелательная. И предложили ближайшим рейсам покинуть страну. Подробности этого инцидента я предлагаю узнать у самой Ребекки Хармс. Сейчас она на связи со студией из Брюсселя. Госпожа Хармс, как вы думаете, почему вас не пустили в Россию? Мне кажется, что прежде всего российские власти и российское правосудие не заинтересованы в том, чтобы мне удалось осуществить свои планы. Я собиралась вместе с гражданскими активистами и правозащитниками из России и Польши наблюдать за ходом судебного процесса над военнослужащей украинской армии Надеждой Савченко. Все дело в том, что в Москве не любят, чтобы за политически мотивированными судебными процессами кто-то внимательно наблюдал. Еще одна проблема, из-за которой, на мой взгляд, меня вчера не впустили в Москву, заключается в том, что у Европейского Союза и России на сегодняшний день разные точки зрения, касающиеся права Украины выбирать свой путь развития и право на самоопределение. И я думаю, что мои регулярные выступления в поддержку Украины, а также моя манера называть вещи своими именами, когда я говорю о том, что Россия грубо попирает нормы международного права и нарушает существующие договоренности, думаю, именно такую прямую точку зрения в России не очень хотят слушать. Есть информация, что Москва подготовила свой черный список лиц, которым запрещен въезд в Россию. Вы что-то об этом слышали? У меня вчера была плохая связь, когда я по мобильному телефону звонила в немецкое посольство и представительство ЕС в Москве. Но я узнала, что по всей вероятности, во время моего перелета в Москву была получена информация о существовании так называемого черного списка европейских политиков. Я еще не успела выяснить подробности, но в представительстве Евросоюза в Москве мне подтвердили, что такой список существует. Правда, о других именах, кроме моего, мне ничего не известно. Госпожа Хармс, можете ли вы себе представить, что россияне считают правильным запрета на въезд в Россию некоторым западным политикам? Ведь Евросоюз ввел аналогичные меры для десятков российских политиков и предпринимателей. Вполне могу себе это представить. Но все же я бы не сказала, что в моем случае речь идет о какой-то агрессивной позиции или политике по отношению к России. И мне теперь необходимо за это ответить, как было в случае с теми, которых внесли в черный список ЕС. На них лежит ответственность за аннексию Крыма. Или, например, в санкционный список ЕС попали россияне, которые несут ответственность за поддержку и пособничество так называемым сепаратистам на востоке Украины. Лично у меня была мысль, что особенно сейчас, в это крайне тяжелое время, когда отношения между Россией, ЕС и Украиной наколены до предела, особенно важно вести диалог, сохранять контакты как раз на уровне гражданского общества между представителями ЕС, России и Украины, чтобы оставаться открытыми. И во время поездки в Россию я хотела эту тему поднять. Спасибо, госпожа Хармс. На связи со студией из Брюсселя была сопредседатель фракции «Зеленых» в Европарламенте немецкий политик Ребекка Хармс. Несмотря на взаимные санкции Евросоюза и России, стороны все-таки не теряют надежды на продолжение диалога. Александр Прокопенко разбирался в сложных отношениях Москвы и Брюсселя. Диалог между Россией и Евросоюзом в последние годы был непростым. Отношения начали ухудшаться после возвращения Владимира Путина на президентский пост два года назад. После чего в России в срочном порядке был принят ряд законов, ограничивающих гражданские права. Аннексия Крыма и вмешательство России в события на востоке Украины поставили диалог на грань срыва. Брюссель и Москва обменялись санкциями. Режим штрафных мер, ужесточенный Брюсселем 12 сентября, действует до сих пор. Это ответ ЕС на поддержку Кремлем пророссийских сепаратистов. Я считаю санкционный режим правильным. И думаю, что неверно было бы отменять его сегодня. Перемирие на востоке Украины очень хрупкое. Тут надо помнить об одном. Санкции часто работают, хотя этого не видно. Мы не знаем всего того, на что Кремль не решился, именно потому, что санкции уже были приняты. Или потому, что ему угрожала новая ступень штрафных мер. Одна из немногих сфер сотрудничества между Россией и ЕС, которые не коснулись ограничения, это поставки газа. Осторожность Брюсселя объяснима. Шесть стран Евросоюза на 100% зависят от импорта из России. При этом четыре из них получают топливо, минуя Украину. Разная степень зависимости отдельных государств в ЕС мешает выработать единую стратегию в сфере газового сотрудничества с Москвой. Есть хорошая польская инициатива. Предлагается создать Европейский энергетический союз. Если переговоры с Газпромом и Роснефтью, а поставка газа и нефти в ЕС будут вестись от имени такого союза, то европейцам будет легче противостоять кремлёвской политике, разделяя и власть. Если мы едины, мы сильны. Заместитель председателя Европарламента Александр Ламсдорф считает, что диалог между Россией и ЕС всё же пока сохраняется, хотя в очень урезанном виде. Но о стратегическом партнёрстве, которое было рассчитано на сближение, можно забыть. В Европарламенте такое мнение разделяют многие. Мы должны сохранить наши санкции, чтобы агрессия дорого обошлась России. Мы должны защищать наши ценности на Украине. Мы должны защищать Украину, которая стремится к реформам. В то же время нам нужно дать понять Москве, что дверь для сотрудничества открыта. С одной стороны, мы показываем, что не согласны с агрессивной политикой Кремля. А с другой, мы весьма заинтересованы в том, чтобы Россия сменила подобную политику. 30 сентября в Брюсселе постпредом стран ЕС будет представлен доклад о том, соблюдаются ли Минские соглашения и режим прекращения огня на востоке Украины. И уже на основе этого документа Евросоюз будет решать о дальнейшей судьбе санкций. Всего вам доброго и оставайтесь с нами.